Всем привет! Нездоровалась сегодня и не снимала даже. В полшестого мы уже в огороде были, выкопали там чеснок, посадили картошку. Земля очень тяжелая. Говорю Михалычу, надо купить мини-трактор. Самый маленький культиватор. Он говорит, он не возьмет эту землю. Ну, я говорю, и копай тогда. В общем, забежала сейчас в теплицу, ходила от цыплят, кормила их травой, луком. Ну, забежала в теплицу, сорвала самые красные. Есть там еще. Просто маленькую тарелку с собой взяла. И хочу вот сейчас взвешить помидор самый крупный. Не знаю, вот этот, наверное. Сейчас пойду из стороны тоже соберу и обработку сделаю от белокрылки. Так, ну вот, взвешиваем. 396, ну, почти 400 грамм такой вот хороший, ровненький помидорчик. Вот этот поменьше, наверное, будет. 386, да, на 10 грамм. Ну, эти поменьше явно, такие помидорки. Сейчас пойду из стороны я пособираю. День сегодня такой кипишной. Мы купили вчера унитаз. И сегодня Михалыч с утра его делает. И все время нарывается на какие-то препоны. Вот наш новый унитаз. Он начал тут делать. И получается, что здесь не труба выходит из канализации, а просто ямка такая и все. Ну, там труба внутри где-то. Здесь раньше было запенено и каким-то целлофаном замотано. Ну, как будто бы временно. Вот. Он сделал кран вот этот. Я здесь все отмывала. След от старого унитаза не отмывается. Я тут и ножом, и щеткой. В общем, не отмывается совершенно. Здесь шершавая такая плитка, и в нее все въедается. Плюс в ней хорошо, что она не скользкая, а минус то, что не отмывается. Я прям ножом тут скребла. Бесполезная. Ни швы вот эти не отмываются, ни вот эта вот часть не отмывается. В общем, у нас сегодня день такой вот... Тяжелый, можно сказать. Сейчас он побежал, поехал в магазин какую-то вот эту трубу покупать сюда, которую вставляет, видимо, поворот какой-то угловую. Ну, не знаю, зачем. Я не поехала, я больше довариваю. А это ладно не отмывается. У нас просто вот этот унитаз, он здесь поуже, вот этот сам постамент, он поуже, и будет вот это все выглядывать, проглядывать. Поэтому я недовольная очень. Отмывала трубы, не отмываются. И комитом, и ферри отмывала. Вон там тоже какая-то накипь, не накипь возле трубы. Непонятно, что это, вообще не отдирается. В общем, у меня сегодня день такой вот, и у Михайловича. Мы еще не обедали. Вот так вот в воскресенье проводим. Ну, надеюсь, что все сделает. И еще пока вот кран не сделал, вот этот новый, вот этот шланг новый, да, не присоединил. Отключал воду, а здесь вода отключается не... Вот как мы делали в Горно-Алтайске с Михайловичем, сами водопровод тоже варили из полипропиленовых труб, мы везде делали кранчики, что можно хоть в раковину переключить, хоть на кухне переключить воду, в ванну переключить воду, батареи переключать. Здесь такого нету. И поэтому он не отключил на полдня кран, воду во всем доме получается. И вот я без воды, а сами знаете, без воды и ни туда, и ни сюда. Надо варить, а я не могу. Завтра, кстати, еще отключат у нас официально воду на весь день. Там какие-то ремонтные работы идут. Отключат воду с утра и до 17 часов. Не знаю, наверное, в город я завтра поеду. Завтра будет прохладненько, дожди обещают. Вот. Потому что без воды, ну реально, это так же, как без света. Отключат свет и не знаешь, что делать, куда себе приспособить. Цыплята ночевали хорошо. Ну, потом покажу вам. Ночевали они в коробке, сами зашли. Я утром на ци-почках к ним подхожу такая. Смотрю, нет, они в коробочке, все хорошо. Вечером они еще там колготились. То возле коробки, то кто в коробку, кто куда. В общем, нормально все. Вонища стоит из этой канализации. Это вообще жесть, конечно. На весь дом. Маша хотела приехать с детьми. Я говорю, нет, не приезжайте. Потому что, ну, я поняла, что это надолго. Это не просто унитаз сменить, когда все стандартное. А тут именно нестандартное все было. И поэтому, я говорю, Маша, извини, но лучше без вас. Вдвоем справимся тут. А то надо и варить, надо и посуду мыть. Толпа большая. Вот. Ну, все. Вот так вот рассказала вам про нашу эпопею унитазную. Но унитаз шикарный. Мне он прям нравится такой. Гладенький. Хорошенький. Тот был, конечно, старый. Даже показывать не буду. Он страшный. Просто страшный, разбитый, весь убитый. Сколько ему лет, даже не знаю. Такой еще, знаете, советский. Вот, выкопали чеснок. Это вот у меня сибирский. Вот такой большой, хороший. А это местный. Грядка отдельно у меня была. Вот такой вот он, мелкий. Ну и ладно, и тот, и другой. Все, съестся. Так сушить. С Михалочем смеемся. В Сибири чем хорошо было? Выкопаешь картошку, или чеснок, морковку. Просто вот так полежит на солнышке, на ветру обветрится. И все. И он облетит. Вся вот эта земля. Здесь я трясла там. Обтряхала землю на грядке. Обвила. Так стучала. То есть она просто страмбовалась. Вот тут и все в корнях. Не факт, что она высохнет и облетит. Она просто комком засохнет. Но пока так положила, пока некогда им заниматься. Пусть вот на спознячке на веранде лежит под навесом. Ну, достаточно чеснока. Я думаю, что нам хватит. Не то, что на зиму. Нет. На заготовки какие-то так покушать. Ребятишкам дам. А, и соседкам надо дать мне чеснок этот сибирский просили. Ну, я уверена, что он переродится. На следующий год он такой не будет крупный. Прям уверена я. Ему земля другая нужна. Сибирская, черноземная. Пролила хорошо перец. Я его изначально мульчировала травой по весне. Ну, как посадила. Ну, я его и же поливала. Эта трава вся как зашла. Она у меня вообще прям колом тут стояла. Поэтому больше мульчировать не буду. Вот, если мульчировать, только вот так, опилками. Крадусь к цыпляткам. Они меня боятся. Наверное, уже увидели. Нет, вам будет тут плохо видно. Я к ним близко не подхожу. Они мне, естественно, боятся. Так. Травку все съели. Лук съели. Крапива и лук у них сегодня в репертуаре. Лук зеленый. Поставила им кормушку. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Но она им большая. Поилку вообще не стала ставить, потому что они в нее утонут. Пока еще маленькие. Вот так кастрюлю им ставлю с банкой. По старинке, как говорится. Боятся они меня. Чего они только мои руки видели до головы, когда в коробке жили. А сейчас вон какая я большая. Ну, идите ко мне. и вот они пока это они даже кормушку боятся они вот эту зеленую из нее едят а к этой даже боятся подходить некоторые и так потихонечку начинает плевать я думаю что там закончится корм они сюда перейдут куда деваться цепеньки этот крик он какой-то кричит так что хорошо ночевали все нормально я думаю что освоится будут бегать уже встречать меня как обычно это будет Ну, значит, я им что-то вкусненькое принесла. Цып-цып-цып-цып-цып. Захожу и все время цыпаю. Цып-цып-цып-цып-цып. Отец у меня свистел всегда. Идет кормить, свистит. И все, и потом только засвистел, они все к нему. Ну, то есть, как приучишь, можно к свистку приучать. Свисток купить. Вот опять петушки дерутся. То есть, это у них на рефлексах. Собаку Павлова, помните? Свет включился, у нее слюна побежала. Желудочный сок выделился. Ой, какие штанишки у Севникова красивые. Да, смотрите, какие ножки лохматые. Цып-цып-цып-цып-цып. Ой-ой-ой. А куры рвутся все время сюда. Я только к калитке еду, все, они сюда. Вот им надо здесь, край. Борщ у меня готов. Жду Михайловича, он в магазин уехал. Быстренько покормить, да будет доделывать эти унитазные дела свои. Все, пока, малыши-карандаши. Воду меняю два раза в день. Ну, так они в кастрюлю сильно не лезут, но иногда туда накидывают траву, например. Ну, давайте, ходите. Михаил взял вчера яму, выкопал у них. Вот, тут видите, закидывал эти края. И выкопал яму. Я говорю, ну, все тут криво будет. Он говорит, они разровняют все. А здесь ровненько, но сюда они не ходят пока. Смотрю карту осадков, мы ждем, будет дождь, не будет. Мы вот здесь живем, вот тут. У нас дождя пока нету, вот здесь очень сильный дождь идет. Буквально час назад смотрела карту. Дождь шел вот здесь, в этой стороне. И вот он уже с моря идет к нам. Лишь бы града не было, потому что жара такая. Ждем дождь. Вот так у нас в прихожей. Сейчас покажу, что в ванной. Вот Михаил взял гофру. Тут проблема в чем. Труба вот так, в общем, сюда вот так повернута. И немножко унитаз будет стоять криво. Поэтому тут и стояла не труба, а что-то намотанное было непонятное. Но унитаз прямо стоял. А теперь немножко наискотал будет. Ты молодец. Мне труба понравилась твоя. Вонище стоит вообще. Ой, простите. Ты мне же на палец наступил. Кантин тебе. Во-первых, тут все раскололось у меня. Но это полбеды. Так. А, ты свернул туда? Глубина стяжки совсем миссерная. И поэтому проваливается все внутрь. А теперь что тут? Чопик? Вот теперь, чтобы этот чопик там удержался хоть как-то, я думаю, залить там все термопистолетом. А мне кажется, это клей слабый. В него засунуть этот чопик, подождать, когда застынет. И тогда уже закручивать. Иначе он просто выскочит и все. Будем пробовать. Я бы вообще тут перестелила бы плитку. Так надо не плитку, а стяжку там делать. Ну, я не знаю, что убирать все и дать замок. Ну, вот так. Ха-ха, у тебя и ха-ха. Я пока предлагаю такое временное решение. Потом посмотрим. Ну, да, по-хорошему надо вот здесь вот все выдавливать, заливать бетоном, нормальную стяжку, и тогда уже все ставить. Нет, вообще, везде, во всей ванной. Во всей ванной. В ванной-в ванной. Во всей ванной. Потому что мне это плитка вообще не нравится. Ну, пока вот такое решение. Вот, казалось бы, унитаз заменить 15 минут, да? Если бы было все стандартно. Я имею в виду, что старая вот эта установка, вся труба. Да. Но заменять-то недолго, а получается полдня уже. Угу. То в одно упираешься, то в другое. Ладно, будем оптимистами. Труба есть. Будем попадать, как-то. Будем попадать. Да. Да, есть уличный туалет, в конце-конца. Ага. Я в него ухожу. Сейчас разогреется. Пойду я баню-то пить. Я там залогу брала. Угу. Вот и банька топится. В жару. В жару в самый раз. Напарится. Все, тело дышать будет, как у новорожденного. У нас дождь пошел. Цыплята спрятались в коробку, видимо, от шума. Так-то дождь здесь в курятнике вообще не мочит. Если только боковой какой-нибудь с ветром будет ливень, то да, немножко польет. А так всегда сухо. Это хорошо, это радует. Поликарбонат держит влагу. На это и рассчитан был. Что, девочки, нанесли сегодня? Сегодня мало должно быть. Вчера много выдали. А, там еще сидишь? Ну ладно, сиди. Все, побежала я домой. Я бычки усорвала свои. Хорошие, но червивые. Вот, теперь, видите, мы в эпицентре осадков. Ну, не сильный дождь идет, но грозы громыхают. Да, пусть льет, поливает огород. И все хоть посвежее воздух будет. Что-то не так? Сломал? Сломал. Да ты что? Да. Новый покупать? Новый покупать. Вот сегодня день не задался, да, не пошел. Ну ты не расстраивайся. Я тебе новый куплю. Слушай, ну, все по инструкции. Три с половиной сантиметра, как положено. Подожди. Давай теперь новый унитаз не покупать. Мы... Ты посмотришь, сколько там, замеришь, или как это сделается, чтобы такой же получился. Ну, точно такой же можно купить. Ну, только не подходит же вот этот трик. Теперь два унитаза на мысорку. Да. Давай из него вазу сделаем. В саду. В саду? Да, из двух унитазов. Здорово. Да я шучу, конечно. Вот это, вот это да. Ну, я не ругаюсь на тебя. Да же? Ты же заработаешь. Нет, ну я его могу как-то прикрепить, чтобы он холдился. Хоть как-то стоял, чтобы на улицу не бегать. Нет, а смысл? Ну что, зимой мороз, что ли? Да подожди, пока. Ну что? Пока. Сейчас-то как? Ну как? На улицу ходи, да и все. Да нет. Че нет-то? Ну что, куда пойду? Не ходи ночью. Не пей чай на ночь, ну, вечно. В десять вечера чай пьет. Такие вот пироги. Ну, зато у нас тут все красиво. Я еще сейчас баню подкладываю, но... Надо же так долго, что-то и тут так, тут так не получается, тут так не подошло. Че-то тут маракуешь. Я имею в виду, что не на углы вот эти, чтобы прикрепление было, а обычное, стандартное. Сам-то унитаз целый. Я предлагаю Михалычу так оставить. Не покупать здесь. В сутки два унитаза. Михалыч, мокрый. Я такая же. Насквозь. Вот такая. Вся, мокрепненько. Да я говорю, мокрый насквозь тоже, как и ты. Да. Влажность сегодня совсем высокая. Ну все, не расстраивайся. Ладно. Потихонечку дождь идет. Михалыч, конечно, расстроился из-за унитаза. Ну главное, что он цельный. Ладно, пусть он пока отколотый будет. Просто не хочется ехать куда-то опять, унитаз покупать. Ну и завтра, понедельник. Сегодня он точно уже не сделает новый унитаз. Другой не поставит. Правда, намучился. Когда мы в Горнолатайске ставили унитаз, у нас там была новая ванная комната. Пристрой делали. Михалыч все замерил, все сделал. И у него все четко. Буквально, ну я не знаю, сколько он установил. Минут 15, может быть. А здесь, видите, как уже вот время 3 часа. А начал он где-то с 9 ставить. Ну, не наш сегодня день, так скажем. На сегодня я заканчиваю свой влог. Наверное, я думаю, что наснимала уже много. Чтобы длинные ролики не были. Ой, какая прохлада, как хорошо. Всем желаю хорошей погоды, добра, больших зарплат. Кто работает, приятных цен в магазинах. Что еще пожелать? Хорошего настроения, удачи. Смотрите старые фильмы. Настроение улучшится. Пока-пока. Ваша Аленка и Михалыч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...